Добрый вечер, друзья. Сегодня великое событие в истории женского бокса. Дочки легендарных чемпионов Мухаммеда Али и Джо Фрейзера продолжают неоконченный спор, которым занимались их папаши на протяжении многих лет. Многие этот матч, матч с участием их дочерей, даже называют Фрейзер Али номер 4. Знаете, было три встречи этих легендарных бойцов. Ну, должен вам сразу сказать, я никогда не скрывал свое скептическое отношение к женскому боксу. В общем, то, что мы сегодня с вами увидим, вряд ли даже имеет какое-то отношение к боксу. Но, как сказал один злоязыкий журналист, генеалогия здесь продается. Папа Фрейзер и его 39-летняя дочь. Одним словом, матч этот очень долго ожидался. Получается любопытная картина. Джаки Фрейзер Лайд. Хорошая девочка, как ее называют в Штатах. А вот Лайла Али плохая. Лайла выросла без отца. Али и его жена Вероника развелись, когда ей было 7 лет. В общем, это богатая девушка. Она была в колледже. Но ее позиция в отношении окружающего мира такова. Путца из гетто. А я рвусь назад в гетто. Ей 23 года. Она унаследовала, наверное, характер своего отца и его внешность. Мы все хорошо знаем, что Мухаммед Али был большой симпатяга. Когда был молод, да и сейчас выглядит ничего, несмотря на то, что болезнь Паркинсона его, в общем, добивает. Джеки Фрейзер, ей 39 лет. И она никогда не думала о том, что будет профессиональным боксером. Она была в колледже, получила степень в области юридических наук. И открыла юридическую контору, которая почему-то находится на втором этаже тренировочного зала ее отца. Чем она занималась, неизвестно. Но разговоры о том, что вот Лайла Али, это такой магнит. Наконец-то на нее подействовали. И она решила уже в весьма зрелом, если не сказать, перезрелом возрасте, стать профессиональным боксером. Но послужной список этих дам, конечно, говорит сам за себя. Лайла Али. Я не помню, сколько у нее, 7 или 8 боев. В числе ее противников были и бывшие проститутки, и официантки, и почтальонши. В общем, все, кто так или иначе, решил, что можно неплохо заработать на ринге в бою против самой известной дочки в боксерском мире. Джеки тоже отличилась, по-моему, из 7 ее противниц. Если взять их достижения, я имею в виду, их противниц, достижения, их карьеру, то 7, все 7 вместе в комбинации выиграли всего 2 боя. Остальные все проиграли. Так что качество, так сказать, бокса, который нас сегодня ждет, вы можете сами обрисовать себе. Можно догадаться, согласитесь. Но есть тут большое «но». Я помню, как Берт Шугар однажды, главный редактор журнала «Боксинг Дайджест», заявил, что это продается, публика это покупает. А публика давно хотела купить этот бург. Причем не только в переносном, но и в прямом смысле. Дело в том, что почти все трансляции боксерских состязаний в Соединенных Штатах платные. Все эти гигантские телеканалы типа HBO, Showtime, Pay-Per-View или отделы HBO, TVKO. Все идет за плату. Там это очень просто делается. Вы на своем ремонт-контроле набираете комбинацию цифр, смотрите бой, а потом приходит вам... Так что мы с вами смотрим это дело бесплатно. Американцы заплатили, по-моему, порядка 24 долларов 95 центов. Лайла Алис. Помню, что когда был матч Тайсон-Галота в Детройте, в андеркарте выступала Лайла Алис с какой-то долговязой дамой. И, в общем, там, по-моему, исход боя был совершенно неясен к концу. У меня было впечатление, что Лайла проиграла этот бой, но магия имени ее отца настолько велика. Я, кстати, должен вам сказать, что, в отличие от Джо Фрейзера, папа не явился на этот матч. Мухаммед Али, сославшись на то, что у него какие-то дела. При этом боем, понятное дело, была бешеная раскрутка, много шуму. И, в общем, никого уже не интересует, какого качества это будет бокс, и будет ли это бокс вообще. Но все ожидали, что драка будет серьезной. Лайла полегче своей противнице и выше на один дюйм, на два с половиной сантиметра. Лайла Али, over the music, but he did so nevertheless. I think taking more of a husband role there than a trainer slash manager role. Самое забавное, что ко-промоторами этого боя стали мужья, обеих участниц. В общем, жены дерутся, мужья зарабатывают на этом деньги. Надо сказать, что перед боем Лайла весьма сдержанно себя вела. В то время как Джеки устраивала шоу по любому поводу, появляясь то на телевидении, то выступая в прессе. В общем, использовались любые средства, чтобы привлечь к себе внимание. И никто не мог догадаться, что, в общем, этого и не нужно. Потому что, еще раз повторяю, имена этих девиц или дам, или как угодно их назовите, настолько известны, что снова, вернувшись, замечательная, я считаю, фраза, генеалогия продается, можно понять, чем вызван этот колоссальный интерес. Женщины дерутся в двухминутных раундах. Ну, как же без звездно-полосатого флага, без этого гимна? Я вот часто думаю о том, в чем же все-таки причина вот этого аттракциона, этой притягательности в боев с участием таких суперзвезд. Я не имею в виду участниц этого матча, я имею в виду, ну, скажем, Тайсона. Очень многие пытаются копаться в его биографии, в поисках истоков его странного поведения, вывихов, психики и так далее. Почему он такой, а не другой? В чем причина, почему он таким стал, скажем, да любой другой боксер. Знаете, я бы не стал этого делать, потому что я абсолютно убежден, что причина кроется совсем в другом. Причина кроется в массе психологии, психологии толпы. Именно толпа создает себе идола, обожает или низвергает его, и этот идол должен соответствовать этому обожанию. Вот спрашивается бой, который с точки зрения, ну, вот, таких туристов, что ли, бокса, ревнительной чистоты этого спорта, ну, никакого интереса не должен был бы представлять. Здесь никто не будет бокса смотреть. Здесь нужно столкновение и погружение, может быть, в отголоски той эпохи, когда их отцы действительно гремели на Рим. Давайте вспомним этот страшный, буквальном смысле, страшный 15-й раундовый бой в Маниле, который назывался «Триллайн Маниле». Оба тогда в эту страшную душную ночь. Мы, кстати, атмосферу в Маниле сейчас можем себе хорошо представить, зная, что сейчас творится и в Киеве, и в Москве. Какая духота, так вот, на открытом воздухе, в жуткой духоте, совершенно разбитый, обезумевший от ярости и от непреклонности, от своих амбиций, два величайших бойца, чуть было неисконечны друг друга, совершенно пока Фрезера просто не остановили. Вот эту безжалостность, эту ярость, накал в столкновении самолюбий, гипертрофированных самолюбий, их отцов мечтают сегодня увидеть зрителя этого матча. Ну, правила тут простые. До четырех раундов, если произойдет что-то, типа столкновения, рассечения или еще что-нибудь, то объявляется «но контест», то есть бой несостоявшийся. Все, что после четырех раундов, «Скорка», то есть судейские записки. Вот и все. Восемь раундов по две минуты. Обратили внимание, никого не интересует, есть ли титул, борются ли за какое-то звание участницы, публике абсолютно все равно. Интересно было бы сейчас хотя бы глазком глянуть на бои 30-летней давности с участием их отцов и сравнить их технику, их тактику и насколько похожи на них дочери. Ну, Фрезер это был бульдозер на ринге. Что такое шаг назад или в сторону, он не знал. Несмотря на то, что он был ниже роста многих своих соперников, он почти никогда не уклонялся в сторону. Папа Фрезер это был рубака до мозга костей, обладающий пушечным ударом слева, который испытал на себе в первом бою в Мэдисон-Сквергарн Мухаммед Али. Отец Лайлы. Ну, мы знаем, каков был отец Лайлы. Величайший боксер всех времен. Лайлу я вижу третий раз и могу вам со всей ответственностью заявить. Ничего может быть, кроме характера у его дочки как у боксера нет. Лайла Али comes out moving as predicted sticking that jab out that Jackie Frazier gets in the inside and drops in that hook. Да, вот с первых шагов можно увидеть, что Гены все-таки работают. Я на виду Джеки Фрейзер. Выражает глубочайшее сочувствие рефере сегодняшнего матча. Придется ему попотеть сегодня. off the break that cost him with his foot a point in our last fight. All right, referee trying to get things under control. Развел их рефери. Развел специально что паузу взять. Прекратить эту драку. Может быть, кто-то станет боксировать. She does not want to stay in there with a slug with Jackie Frazier. Alley получает замечание за то, что держит противницу за голову рукой-левой рукой. fighting Frazier's fight. Not using some of that movement, that she normally has. There is not понятно никакой техники, что такое тактика. Понятие вообще, по-моему, неизвестно этим дамам. Но тут есть кое-какая опасность. Дело в том, что Джеки Фрейзер, а по-моему, больше шести раундов не боксировала. Я думаю, что к четвертому раунду она просто остановится. Но согласитесь, напора, страсти, а главное плотности в этом бою хватило бы на бой чемпионский в любой весовой категории. Публика, магическое слово, как заклинание, выкрикивает, скандирует Али, Али. Пока хватит выносливости, пока хватит пороху у Джеки Фрейзер, она будет бежать вперед с ударом. Боксировать она не умеет, прямо скажем. Она не бьет, а толкает своими ударами. Она задирает голову, когда идет на противника. Она не знает, что делать, когда Али просто делает шаг назад и отходит. но вот стоит ей только зацепиться, она начинает поливать с обеих рук. все, что Али не хочет быть, и что она не хочет быть. Он делает большие удары на inside. Сейчас хороший удар, Али лезет на правом. Да, кое-чему научилась все-таки Лайла Али. Знаю. Сомневаюсь я, что папа что-либо сейчас способен ей подсказать. Но когда вы проводите бой за боем вот в таких драках, рано или поздно до вашего сознания достигает мысль, что в общем бокс это все-таки искусство. Все-таки простые вещи, которые должен каждый ремесленник в боксе знать, как умение боксировать левой рукой приносит много пользы. Особенно с такими противниками как Джеки Фрейзи. Да. Джеки довольно трудно вычислить дистанцию, с которой она сама может действовать успешно. доверяет это мероприятие Лайле. Как только Лайла цепляется за нее прямым ударом левой, тут же Джеки бросается в атаку. левой рукой левой рукой левой рукой левой рукой левой рукой тренинг стон и это действительно jab рупость. Балейлай левой рукой левой рукой не можем работать к чеки фрейзи рап пронжуя Несмотря на весь этот сумасшедший сумбур, как-то еще никто никого не посек. И все-таки, вы, наверное, согласитесь со мной, что действия с дочкой великого Мухаммеда Али более осмысленны. Чистенькая комбинация с акцентированным ударом левой завершающим ударом Али. Держать такой темп надо все-таки этим дамам отдать должное. Комментатор говорит, что протектор капу вставлять зубы не должен, но рефер должен сделать секундант. Ну, поскольку здесь все против правил, я наведу эту схватку, то и можно простить и рефери, то что он занимается не своим делом. Продолжение следует... Продолжение следует... бегал пролей хорошая концовка 3 раунда лайла али выглядела очень неплохо главное грамотно яка фразер не знаю мне так кажется что папа фрейзер должен быть доволен может быть я повторяюсь но его так гены здорово просматриваются в действиях фрейзер and score for the first time in the fight big shots certainly от джеки фрейзер in trouble на нам по форту раунер фигурит пассивно хорингстон кассе надо из четвертом раунде если файла али сможет сохранить вот этот рисунок действительно рисунок потому что хоть что-то просматривается определенное осмысленных действиях джеки потяжелее я уже говорил поэтому легче у нее получается силовое противоборство умудряется столкнуть с упора свою соперницу эти и пенелом горы лаки плакала дышать папа ли все эти трюки хорошо знал он использовал использовал очень часто вес противника против него как кажется джеки фрейзер сейчас досталось согласить очень трудно удержать ее на дистанции самая любопытная что этот бой был предсказан задолго до того как он состоялся еще когда джеки фрейзер и не думала о том чтобы выйти на ринг против дочки мухаммеда али а вот лайла знала что он состоится и она просто говорила журналистам я думаю что этот бой будет но просто надо дать ей время чтобы она хоть чему-то научилась на ринге тяжеловато приходится джеки фрейзер я уже говорил что она по моему просто больше 6 рандов 4 рамках он боксирует и грампу лейла алей и консистенции фарм за войн немал и снова левая рука левая рука на плече на шее противницы кстати сказать папа очень недурно пользуюсь этим приемом в свое время знаете когда вот такие острые очень равные бои происходят очень многие специалисты потом обращаются к неофициальному судейству дело в том что такие люди известные как ледерман часто и живи опубликует это скорбь ледерман скорбь или компьютерную судейства скажем телевизионная которая редко допубликуется но вот пишущие журналисты особенно и журнал в америке полным полно боксерских магазинов так называемых журналов вот они публикуют свои судейские записки да немножко задергала али свою соперницу и на стороны золы вы знаете очень многие вот к этому моменту в бою считаю что что скисла джеки фрейзер но очень многие видели все таки в ней характер своего отца знатоки были абсолютно уверены бой будет длиться до конца пока кто-нибудь не упадет или не выйдет время до сих пор судьи особенно неофициальные я не честно говоря не знаком с промежуточным судейским этого боя но в общем далее абсолютно равное количество очков это не так хорошо и в общем-то согласитесь очень очень мощно действует это другая соперница чему не научилась лайла пока может быть со временем научиться это умение держать противника как бы на кончиках своих пальцев бить издали и вовремя смещаться смещаться назад в стороны то что отец ее делал очень здорово он был великий виртуоз по части выбора дистанции и расчета времени эмоции захлестывает как только лайла получает ответный удар она тут же забывает про то что очень неплохо бы боксировать начинает драться приходит на неудобную для себя дистанцию так и фрейзер алфа венен шар джорджи дабы бен паскал раунд это спай козина до 35 секунд лейла али обе сам place that she's never been before and that's round 7 в америке много женщин боксеров среди них есть и вот и звезды на своем уровне кристи мартин люсей райкер мясен джон надо признать что в общем их стиль мало чем отличается от того что мы с вами сейчас наблюдаем но все-таки действует они немножко лучше в общем публика по моему получает то что она ожидала вы обратили внимание если вы внимательно смотрите то что происходит в углу насколько измотанной казалось джеки фрезер после четвертого раунда даже перед четвертым и насколько лучше выглядит она сейчас джо фрезер я уже говорил в отличие от мухаммеда ли он этот матч пришел и в общем совершенно неравнодушен потому что на ринге происходит smile on the face of layla ali jackie fraser starting to erase that smile and are a complaining to the referee bob pinocchi about the head getting too sloppy inside jackie fraser looking like a rejuvenated fire as layla lead back fighting flat-footed да восстановилась джеки фрезер полностью второе дыхание установить ее могут только парочка жестких ударов навстречу но лайла этим не владеет а может быть фрезер терпит переносит это все что кстати тоже может обескураживать противник спорта гитлоскортеров inside fighting jackie fraser's fight now jackie fraser started to discover a jam as later on a bicycle right now looking to retreat a little bit теперь лайла устала последний раунд кончается этот бой выиграет тот у кого раньше кончится бензин как американцы говорят раньше выдохнуть обе измотаны от сприта формы сперни оптер вы на футболе рейзин вот а то из трилоги а зачем публика сюда пришла забудем о боксе вспомним просто их отцов их характер и и вот по накалу по ярости я уже говорил так и пройдет ленин пожалуйста ожесточению вот эта схватка наверно не уступает потому что публика видела 30 лет тому назад последний раунд очень ровный бой а вот таки фразер еренье фразер комбинат реал строго лаки фразер very reminiscent of her father in the 15th round of the first ali фразер fight dropping muhammad ali for the only time any of them were down таки фразер бегло как нападают джеки пошла последняя минута финального раунда и этот последний отрезок времени может все решить несколько очень тяжелых не могу сказать резких или жестких очень тяжелых ударов лейла али пропустила фразер фразер и джеки фразер заканчивает бой в том стиле в котором начал его прессинг давление толчки захваты и удары удары и удары фразер фразер знаете я даже где-то на мгновение забыл о своей неприязни к женскому боксу все таки потрясающее столкновение характеров и проявление такого мужества и самозабвения что в общем некоторые мужчины могут позавидовать вы пил либо к экспекте сен смоевка тренцизрайд а не в гора 76 76 посещаем аискор ну вот комментатор тут заявляет что он 76 76 дал то есть ровный бой но сейчас магнетизм имен должен сработать а кто у нас самый великий боксер во все времена во все эпохи догадайтесь со второго раза конечно судьи дают преимущество лайли не все правда один дает ровно и прав ченни прейзер в и и и и и и и и и 40 лет я имею ввиду джеки фрейзер вот так яростно и самозабвенно действовать на ринге это чего-то учитывая склонность внешних промоутеров так называем резиновым матчем не удивлюсь если со временем мы увидим мася реванш який фрейзер кейс тормой так подпишитесь и оттопай вот и официальная сезон что-то уж очень глубоко задумались судьи после боя скажет я бы с радостью повторила его ну вот наконец-то официальное решение ну и что говорят таких случаях друг другу бойцы спасибо это был хороший бой нам остается только присоединиться к этому мнению ну вот тот самый счета который я вам говорил повторяется лайла али еще раз говорю кто бы сомневался учитывая что это в общем на половину спорта на половину шоу я имею ввиду схватка этих двух естественно на этом все мероприятие не закончится да вот majority decision как говорят американцы это очень важный момент потому что большинство судей дали но не все не единодушны решение суда джо фрейзер пришел поздравить участниц а нам остается только попрощаться с вами пожелать вам всего доброго до новых встреч с вами был владимир гендер джо фрейзер Продолжение следует...